Ну что, ребят, мы прошли первый Ассастин. Это первое прохождение на трансляциях, но не первое у меня. Я очень давно его проходил. От меня 8 из 10, несмотря на все нюансы. В игре очень много нюансов, но благодаря финалу ты понимаешь, что ради него стоит пройти первую часть, если вы не играли. Потому что понять, сколько всего закручено и заверчено в игре, завязку. Конечно, десятку я пока не готов ставить, потому что игра поломана в плане сбора дополнительных материалов. Но они здесь есть, но смысла в них нет. Если есть, то попробуй узнай по сравнению. С другой стороны, когда ты играешь в первый Ассасин, ты понимаешь, какой прогресс в удобстве проделала игра. И при этом, куда она вообще в другую сторону забрела. Потому что в первой части прям есть пометка, что можно в ней еще сделать. Вот мы только что почитали прям перед титрами, да. Опять же, тут есть такой момент, что игра не завершается. При этом она разбита на множество частей, история Дезмонда. И благодаря тому, что я ее знаю, мне это понравилось, приключение. Да, правда, мне хотелось бы, чтобы оно было больше. И чтобы герой в итоге вознесся, а не пожертвовал собой, как потом я это выяснил, говоря Шелтеру. Я так был расстроен, я даже забыл о том, что он умер. Потом, когда мы общались, я вспомнил об этом и опять расстроился. Почувствовал, как я расстроился в этом. Вот так вот. Настолько я прикипел к Дезмонду в этой истории. Но это говорит, насколько классная завязка, да. То есть, сама канва истории великолепна. Поэтому, если играть, не отвлекаясь на открытый мир, как историю, как предтечу такой огромной серии и такой истории, которая завязана аж как минимум на три части и все ответвления, которые были в них про Дезмонда, это... ну, таких аналогов нет. Поэтому, в любом случае, если вы еще не играли в первый Ассасин, рекомендую это сделать. Главное, не отвлекайтесь сильно на второстепенные задания. Здесь еще есть к чему расти. Здесь мы как раз видим, какой шаг был сделан вперед, сколько всего достигли Ubisoft в плане развития серии. При этом, мне кажется, конечно, вот это погружение в игру и в игре погружение в анимус, как еще в альтернативную реальность, оно было великолепно. Матрешка в матрешке. Оно усиливало эффект. Также мне понравилось то, что, чтобы выйти из игры, надо сначала выйти из альтернативной реальности. Это усиливает погружение. То есть ты выходишь сначала из Альтаира в Дезмонда, потом из Дезмонда в свой реальный мир. И таким образом у тебя создается, вот знаете, как бы слом, четвертой стены или пятой стены, как говорят, да, погружение в игру, когда ты вроде вышел из одной реальности в ту реальность, и потом, чтобы вернуться в свой реальный мир, опять вышел из игры. Гениальное решение, зачем от него отказались. Вот эти две параллели, они усиливали погружение в игру, усиливали эффект от игры. И даже несмотря на все недостатки, оно до сих пор работает. То есть, да, тебя игра раздражает многими аспектами, многими аспектами вызывает негодование, при этом в итоге, в финале, ты говоришь, хорошо, даже великолепно, но столько нюансов, 8 из 10. Благодарю.